Дорогие зрители, у нас уже стала приятной традицией. Каждый вечер у нас в эфире Алина. Не всегда, правда, Кашлинская, но сегодня восстанавливаем. Дело в том, что вчера две Алины играли между собой. Я, когда начинался эфир, Алин, я сказал, что в этой партии ставлю на Алину. Зрители сразу засмеялись. Ну, я на тебя вообще-то ставил, но моя ставка сыграла. Заметьте, я не ошибся. Так что вчера Алина точно победила. Но вчера у вас была тоже замечательная партия. Как раз вчерашнюю партию ты первую половину играла просто 2 700 и, может быть, даже с серьезным запасом. А потом вот как-то атака почему-то не была доведена до цели. Там трудно, кстати, было. Ну, там на самом деле, да. Там компьютер оценивает минус очень много. А дело в том, что я начала немножко подзевывать какие-то тактические идеи. Там вот ферзь А6, ферзь А3, что я считала, что нельзя ходить там. Ну, я же 5 слона 6 неожиданно. То есть как-то по всей доске. И, как известно, ошибки ходят парами. Ну, а у меня они пошли там трио и кротетом, в общем, там. И в конце закончилось все просто панической атакой ходом слон бьет F2. Собственно, таким характерием. Ну, ничего. Ничего. Бывает. Бывает такое. Ну, сегодня очень интересную партию ты сыграла. Давайте сейчас мы диаграмму выведем. И Алина нам все-таки расскажет. Немцовича. Ну, вариант довольно, мне кажется, популярный в последнее время. Ну, Наташа раньше D6 ходила, естественно, D5 основной ход. Здесь длинные форсированные варианты, заканчивающиеся какими-то равными позициями после ферзь H4. Но конь C5 тоже играют. Ну, и, собственно... Где началась игра? Моя игра началась после хода ладья Fc8. С ее стороны, да? Да. Конь B3, ферзь B4. Ну, то есть здесь получается, если бы не ферзь B4, а, например, ферзь А4, то получается такого типа позиции. Я их немножко смотрела. Ну, вообще, как бы приятно играть. То есть практически на два результата, хотя я боюсь такие высказывания. На едре или на цепь? На едре. На едре. Ладья Fc8, ферзь B3. То есть я просто это еще смотрела с компьютером. И как бы здесь, да, здесь получается, что белые так подавливают хорошо. То есть вот черный ферзь B4 надо какой-то ход делать. Ну, в общем, так тут как бы вроде разноцвет, но... То есть белые не только мат могут ставить в этих позициях, но играть и просто на материализме. Да, всем известная тут партия была Сашей Горячкиной, да, которая на высшей лиге мат поставила. Но вот как бы идея у меня была немножко другая. Конь B3, ферзь B4. Здесь надо пойти слон Е3, чтобы конь C5 не дать. И как бы я ход вот в этот момент смотрела, ход H6. Так просто двигала с движком. И вот как раз какие-то идеи, примерно как в партии было, что вот он ходил F3, H4 и коня на B5 заводил. А после ладья F8 я почему-то думала сначала, что так же нельзя ходить, я же F3 хожу. И на конь C5 там взяли-взяли, и ладья B1, вот конь C3. И, к сожалению, тактика не проходила никакая. Потому что, ну, он D2, ферзь B4 просто. То есть ничего не проходит, пришлось как-то успокоиться, и ладья C1. Ну, собственно... Это ты исполняешь программу... Ну, как бы, да, я примерно думала, что это мой план. Здесь я что-то очень долго думала, выбирая между конь D4 или ферзь Е2, но в итоге зря думала, потому что оно перешло. Конь D4, да, то есть тут как-то, мне кажется, ей не очень просто реагировать, потому что если слон А6, она навалится сразу, то ферзь Е4. Если... Там конь C6, что ли, да, в конце? Да, да, то есть там неприятно. Если ферзь Е7, ну, я скромно пока защищу, и... Вопрос вообще, как реагировать на заход коня на B5, да? То есть я считала, что если А6, это уже большое достижение, потому что пешка на B6 будет вечно слабая, и... Ну, что-нибудь тут придумаю. Вот. И, собственно, получилось, наверное, примерно то, что я, может быть, смотрела вот как раз, когда двигала с компом, только, получается, с ладьёй на C1. Ну, нормально, тоже неплохая ладья. Ну, лучше на C1, чем на A1. Да, конечно. Да, и здесь конь F8, вот, может быть, я здесь сыграла не точно. Почему я здесь конь B5 сразу не пошла? Сейчас скажу. Что-то мне тут померящилось, какие-то конь G6. На слон F2 куда-то конь F4, что-то какие-то прыжки, что-то... Да, что-то я испугалась, да, но, наверное, зря я этого всего испугалась. Ну, не знаю, конь D6 надо добавить, конь D6, слон C6, допустим, слон F2. Ну, непонятно, куда дальше этот конь-то прыгает. Ну, ферзь E3 сыграем, да? На конь D6. Да, вот я думаю, что я, конечно, подвыпустила в какой-то момент, и, наверное, вот этот момент был хода H5. Потому что, на самом деле, здесь, если вместо ферзь E2 она сразу ходит ладья C8, ну, естественно, тоже те же идеи есть. Да. А еще мне нравилась тут... Ну, может быть, это ерунда полная, но такая полушуточная есть идея хода C5. Значит, идея в том, что если Bc, то ладья B1, ферзь куда-то ушел. А, и конец здесь, да, конь E6, не могу, ладья D1. Ну, в общем, какие-то такие идеи я тут читала, но она, наверное, не проходит просто, это все ерунда. То есть, как-то здесь... Здесь, наверное, на конь B5 бы пришлось ходить. Ну, там на восьмой ряд же можно будет ворваться, да? А там вот, я не знаю, насколько это финал. Давай, конь B5. Конь B5. Взяли. Чем? Ну, может, ладью взять? И на D8 просто следующий ход. На любое взять и ладье D8. А, нет, да, да, это выиграно будет. Очень опасно для черных. Да, да, да. Потому что, на самом деле, так, как было в партии, я тут немножко удивилась. Да, здесь что-то я думала очень много и как-то не могла решиться, но потом подумала, что ладно, надо уже кто-то... Играть. Да, но дело в том, что здесь ферзь бьет C4 мне не нравилось. И тут на таком трюке она немножко конь D6, но если ладья C7, то взяли и ладья D8, тут ладья C3 у нее есть ход. И я вот это вот не была уверена в этой позиции. У меня были мысли какие-то слон бьет H6 пойти. Но то есть дело в том, что если я просто отойду слоном, то... Да, то она слон D5 ходит и перекрывает. Ну, как-то неприятно это. Да, то есть и вот как бы вот это... Я была удивлена ходу. Ладья бьет C4. Как там было? Где-то еще секунду. Да, то есть... Здесь, получается, ученых все хорошо было, да? Ну, вот поэтому я очень долго думала после хода... Перед ходом конь B5, но просто уже времени настолько было мало. Ну, я думала, что в крайнем случае, как бы, я думаю, что всегда могу как-то вот что-то такое изобразить. Ну, и как-то... Ну, да. Делать вид, что... Ну, да. Взяла на B6. Не знаю, кстати. Я думаю, что позиция-то может быть тяжелая для чего-то. Ну, вот эта пешка на H5, H6 хорошо, мне кажется. А белый слон играет против коня, а конь играет против слона. И правда, и конь совсем не ходит. Вот это немножко досадно. Ну, да, то есть... Ну, если белый король туда побежит, то, может быть, еще будет ходить. Ну, как бы, да. То есть какие-то... Ну, мне кажется, все равно сюда стоило идти. Конечно. Здесь еще я могла попробовать как-то ферзь B2 пойти. Тут она бегает за мной как-то. Ферзь D4. Куда-то тут... Не знаю, добегается кто тут. Ферзь Е2. Ферзь Е2, конь D6. Да, ладец C2. Ладец C2. Ладец C2, слон F2. Да, вот это вот я досчитала. Ну, и думала, что если пойдет ферзь C4, тогда буду тут... Ну, тут, кстати, может, и... Непонятно. Непонятно, кто добегался, да? Непонятно еще. Потому что слон D5, коктейль слон C6. Да, что добились-то белые вообще? Непонятно. Пешки нет. Ладья F1, ферзь F4 потом. Ну, хотя, может... Не, ну, вряд ли это... Это ерунда какая-то, да? Ну, ладно, Алена. Понятное дело, что были какие-то вот шероховатости. Да, но после ладья C4 я считала, что у меня уже очень большой перевес. Ну, я так эмоционально оцениваю, поэтому тут я видела, что конь D6, там как-то фигуры все мои заходят. Да, и тут... Тут я, конечно, подвыпустила в какой-то момент, я думаю... Мне кажется, здорово играла. Да? Конечно, конечно. И ферзь F4 идет блестяще, все. Вообще супер. Тут у меня сначала была какая-то мысль материальная, какой-то C4 сыграть с таким намеком хода конь А3. Да, но здесь мне что-то не понравилось. Сейчас скажу, что... Может, просто ладья А2 нет? Или что там? Нет, ладья А2, там ладья Д8 и слом Б4. То есть это как бы двойной удар. Но дело в том, что тут ферзь... Как слом Б4? Там ферзь на Б1 же есть. Ладья БТ2? А. Ну, как-нибудь тогда по-другому сейчас. А получится ли, да? Может быть, как-то ферзь... Ферзь D4... А нет, ладья А8 не грозит, да? Ну, это подозрительно... На ферзь D4, слом Б5, ну там ферзь на F1 несется. Там вообще непонятно. Вот, да, честно говоря, я от конь C4 в итоге отказалась за ходу ферзь F1. Ферзь F1 тоже... Да, я просто испугалась, потому что... Конечно, как не испугаться, да. Ученок своя игра-то... Ну, и вообще я подумала, что это как-то не солидно. Наконец, да, 6 вести на А3 даже ценой качества, но это просто великий... Ну, как-то это, да, это низко, низко. Да, это как-то мне... Вот, конь G5, а здесь... Да, сначала я думала, может, F4 пойти, но, слава богу, что не пошла. После FD1 было бы очень неприятно. Ой, все висит. Ну, да, да, да. На G4 сразу развал, да. Да, поэтому здесь получается форсирована вот эта позиция, и ход F1, мне кажется, сильный, но он меня немножко удивил, потому что я сначала думала, что F7 черный пойдут. Вопрос относительно, конечно, вот этого Эншпеля, но я не знаю, что это такое. Я думала, может быть, сыграть здесь G4, пользуясь тем, что на славу бьет F3, и сход Fc3, и там... Ну, да. Но тут Fh6 тоже F4, вот такой у меня был план. Класс. И настаивать, что ферзь конем — это мощь. Да, да, это круто. Вот, да, F1, мне кажется, сильный ход она сделала, потому что... Ну, единственное, что... Да, Ff4, я-то была уверена, что идея в ходе F6. Конечно. Вот что после F6 было бы? Давай сейчас варианты по кромсам, что было? Ну, честно говоря, я тут думала, так, как бы, играть просто немножко, может быть, под цейтнот, может, и конь C8 думала сыграть. Впрочем, сильнейший ход. Серьезно? Да, да. Ну, король F7. Король F7, и тут надо как-то так... А может, F6? О! F6, и пешка на F7. Ой, как классно. А, кстати, вот это я не видела. Ну, хорошо, ну, то есть мне казалось, что конь C8 — это больше так, по воздуху все-таки. Может, нет. Может быть, король H7 сыграть, я вот думаю, как-то вот уйти. Ну, король H7 — это я коня на G6 заведу все-таки. Слон Е8, если посмотреть. А, не заведу, да? Может, все равно, правда... Там ферзь Е4. А6, ферзь Е5. Конь Е7. 7. Куда, слон Е8? Да. Ферзь Е4, король H8. Терпеть надо, терпеть. Самое главное для черных — вернуть ферзя. Ага, и там мат на А8 уже. А, ну, ферзь бета-2 вы можете еще, там, ферзь А4. Ух ты. Ну, невероятные какие-то ресурсы. Все равно, кстати, может здесь разорваться где-то позиция. Выглядит очень, очень, даже не просто опасно где-то. Ну, в цветноте, мне кажется, тяжело черным играть. Да, конечно. Все-таки кони. Где-то H6, где-то F5, где-то что-то должно пройти. Но считать это, конечно, здесь очень тяжело. Но F5 меня очень хоть удивил, потому что, ну, как бы я сразу по черным полям начинаю играть. Конечно, после F5 как-то должна быть неотразимая так объективно. Так. Да, но вот на самом деле интересно получилось к королю F8. Я не знаю, F4. Наверное, правильно я сыграл. Хочешь ферзь. Хочется, да. Ну, и, да, дело в том, что вот я вообще не знаю, что вот это за позиция. Ну-ка, давай, посмотрим. Потому что, в принципе, что-то подобное могло и в партии получиться. И здесь... Это, похоже, не выиграно. ЖАЖ, да? ЖАЖ, конечно. Там же пешка... Ты же к королюм теперь не бежишь на ферзовый фланг. Нет, это ничья. Там одна пешка остается на ферзовом фланге, но он проходит чуть ли не на B2. Да, да, да. То есть я понимала, что к конюм мне нельзя туда идти. Но здесь дело в том, что конь С8 это тоже так немножко под сороковый ход было сделано, потому что она же могла проигнорировать. Ну, куда-то там. Сюда. А что значит проигнорировать? Нет, сюда плохо проигнорировала. А здесь просто А6? Слон Е4. Нет, просто по сравнению с предыдущим вариантом, получается Навар, что мы успеваем съесть пешку на А7. А, или нет. Там B5 все равно сыграет. Нет, секунду, подождите. Да, да, да. То есть здесь она же не будет реагировать. Пока вот так. Она все равно B5 сыграет. Да. И здесь B5 ходит. И тоже, может, похоже на ничью. Потому что черный король на А5 где-то будет стоять, и ты королем от пешки F4 не сможешь оторваться. Да, он даже там на А6 стоит, я штемп. То есть он король А6, король G6 ходит. Вот интересно, если бы она здесь просто отошла куда-то, я... Ну, какая-то мысль, конечно, есть там король H3, но это так, наверное, ерунда. Хотя, ну, может быть, слон D5 лучше, наверное, нет? Черный B5 хотят сыграть, на самом деле. Черный хотят пешку повезти в ферзи. Да, да. На коне Е7, король идет на F8. Черный еще ферзь А3 хотят вот сейчас, если вообще я сделаю ход по воздуху. Елки зеленые, неужели ничья-то была? Ну, если хочешь, я давай сейчас быстро, быстро компьютер гляну, потому что, да, потому что совсем уже голова-то не работает. Так, где у нас это все? Так, уйди, уйди, мышь. Мышь, кыш. Так, в какой момент... Да, вон ничья есть, конь C8, ничья. А, конь C8, вот упустила победу. А, я упустила ход до этого. Покажите ферзь бета-2. И в чем... А, ой, что? Так, давай покажем, покажем. Ой, какая красота там была. Так, значит, ну, вот это все уже было. Так, погоди, давай просто уберем. Да, я уже поняла, какая там красотень. Примерно по мотивам, как с леей было. Здесь надо было пойти в ферзь G5, на король G8 отвлечение. И потом H6, да? То есть отвлекли от пункта G2 и мак поставили. Класс, да, это очень красиво. Да. Но если ты так начнешь играть, то уже 2800 будет. Да, я боюсь, что обвинения пойдут. Нет, так 2700, а так будет 2800, да, так и народ будет коситься. Так, ой, ну что-то Кашлинская совсем уж как-то перебарщивает с дюшком. Ну как же, надо же совесть, хотя иногда-то надо ошибаться. Не, ну если такие вещи в цитуте, да, производить. Ну, на самом деле, давайте скажем, что Наталья здорово защищалась, где-то она могла держаться лучше, где-то, ну, действительно был ничейный шанс. Да, ну а в партии реально, то есть вот здесь, значит, ферзь А2, здесь вот позиция уже ничейная просто. Да, получается, что здесь просто надо было ей от конь Е7 защититься, ну, то есть ходом слон Д5. После хода конь С8 она зря стала паниковать, можно было сделать там почти любой ход, пишет компьютер, там, ферзь Ф2 какой-то ход странный, король А8 пишет ничья, как угодно пишет ничья. А, то есть, ну, он просто смеется. Он просто смеется над людьми и говорит, что он, да, ничья. А ферзь Е2, кстати, хороший. Ферзь Е6, король А8, и говорит, что там шах на А4, шах на Е1. Ну ладно, Алина, все, давай, компьютер, он молодец, конечно, но вот давай. В общем, вернулась мне немножко за мои. Да, да, да. Итак, ферзь Е2, здесь позиция выиграна, да. Да, ну то есть здесь главное, Б5 не полакомится. Пешка на А7, вот это грубейшая была ошибка, Б4 это ничья, да. Ну, там неважно какой-то ход, но, в общем, доходит пешка до Б2, и черная ходит король А7 и Ж6. Ну, король А4, король А6. Ну да, и пешку ставят на Ж6, просто разменивают. Да, да, ну я, может быть, до конь Б1, да, да, естественно, главное не пустить короля. И дальше нет возможности как-то и просто стоят. Да, поэтому, ну, здесь, к счастью, король в квадрате. Да, а дальше, ты знаешь, все чисто было. Ну, так я догадывалась. Ну, спасибо. То есть я, мне кажется, увидела. Наверное, тут, может быть, и без этой идеи выиграно, но мне показалось, что все-таки надо использовать эту пешку. Не выиграно? Нет, все остальные идеи, по-моему, не побеждают. Так что ты играл, все правильно. Давай вернемся в прошлое. Тебе кто-нибудь объяснил по поводу этой крепости в партии с Гарифульной? Там была ничья или нет? Я могу сказать, что «Великие умы» смотрели эту партию. В частности, Радок смотрел ее с Анандом, потому что находился на Бундеслиге. Ну, и они оба были не уверены. Ну, то есть, наверное, да, пешки F5, E4, да, но, скажем так, то есть там вот эта идея белых пойти самому E4 на F5, то есть, скажем так, объективную оценку трудно дать. Понятно. Я, значит, дал объявление в социальных сетях, на Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграме, и задал научный вопрос. Друзья, подскажите, вот мы с Алиной нашли одну ничью, но вообще там исходная позиция пешки F6 на E5. Ничья – это ли не ничья? Мои посты прочитали тысячи людей. Обычно на любое мое сообщение там просто сразу хоп, такая вот лента идет, комментарии, ну, люди же, у каждого свое мнение. А тут такое вселенское молчание. Вопрос оказался настолько сложным, что никто не мог слово сказать. Меня просто потрясло. То есть, никто ничего не ответил? Никто ничего не знает. Ну, правда, если Ананд не знает, то вполне нормально, что другие люди тоже, если уж сам дедушка Ананд не может ответить на вопрос, сами понимаете, какого уровня была задача. Так что, что ж, мы теперь Лею не будем осуждать за то, что она не смогла найти четкое спасение. Ну, в общем, шахматы – сложная штука, да, если сам Ананд. Может, Гарри Кимовичу надо как-то аккуратненько подсунуть эту задачу. А, погодите, Магнусу Хьяныковичу и Владимиру Борисовичу, Крамнику. Вот кто может ответить на этот вопрос – это Крамник. Он еще молодым, кстати, все эти эншпильные задачки так здорово решал. Надо будет к Володе найти какую-нибудь дорожку, пусть он этот эншпиль проанализирует. А то ведь мы так и остаемся в непоняточках каких-то, да. Ладно, Алин, эта наука шахматная дальше будет двигаться, а твоя задача как-то дальше жить, и завтра с кем-то ты играешь. Я уже даже не помню, но с кем ты играешь. Ну, да. Да, а вот я тебе сейчас скажу, Даша. С Дашей постовой твой, которая водит. Ага, да, вот ты завтра черными фигурами. Ну, Даша в этом турнире пока не блещет, так что есть шансы как-то достойно финишировать. Ты на плюс два. За тройку зацепиться будет тяжело, да? Ну, я скажу так, очень опасно вообще, мне кажется, вот на суперфинале подходить кому-то, что кто-то там идет слабее. Ну, собственно, вчерашняя моя партия – это мой пример. Хотя у меня не было, естественно, какой-то цели там обыграть всей ценой. То есть, скажем так, просто… Ну, просто играла и играла в шахм. Да, просто играла, ну, проиграла. Да, да, играла, проиграла. Ну, понимаешь, у тебя много уже суперфиналов, ты вроде вот все время в маленьком плюсе, а как-то вот в большой никак не выходишь. Я вот все никак не могу понять, когда же это произойдет. Мне казалось, что в этом году самое время, но снова что-то такое не сложилось. Ну, хорошо, ладно. Еще рано итоги подводить. Да, рано, рано. Ну, и вообще, да, жизнь продолжается всему свое время. Спасибо, Алина, и удачи завтра. Спасибо.